Девушки отдыхают 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 попытка индивидуального прохода от капитана сбербанка шкель это был пока игра абсолютно равная в самом начале команды обменялись опасными моментами и после этого ничего примечательного не случалось из контратака может выйти у на рда 3 в 3 мяч пришел в спину россихину сейчас дополнительно заставил этот удар его проснуться прострел сильный не просто было поставить так что потом мяч полетел точно ворота 4 с небольшой минуты сыграно но пока темп высокий хватает только забитых мячей целом очень приятный футбол нарды играет без замен сегодня ну и вратарь как мы видим нештатный у сбербанка есть кем освежить состав два человека на скамейке как-то они обреченные сидят как-то сами не рассчитывают что выйдут на поле это чё куда собрался здесь было нарушение правил вынуждено сфалил игрок нарды а он понял что у него меч то брали сейчас соперник может на скорости уйти лучше спалить хороший тактический пол игра была остановлена желтая карточка не показана так что все правильно но и одно нарушение за 6 минут не страшно а 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 нарды а сегодня старается играть атаковать позиционно но как только возникает возможность для удара сразу бьют. Не увлекаются слишком этими позиционными атаками. Все-таки здесь пять человек в поле у нас в конференции, а и стандартные мини-футбольные схемы и комбинации. Просто не проходит один лишний игрок на площадке находится. Втроем вроде в двух защитников идет Сбербанк страхования. Мяч у Сбера должен остаться. Наш Ивач Нигав здесь выбрал правильную позицию. Мяч аккуратно к нему прилетел. Капитан Сбербанка мог сейчас забить. Времени в первом тайме остается все меньше. И сейчас выходить вперед в самое время. Шкиль взял на себя игру. От защитника на полшага оторвался и точно пробил 1-0 в пользу Сбербанк страхования. Капитан Сбербанк. 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 Меньше минуты до перерыва. Нордео нужно сравнивать счет. Сбербанк пытается сейчас просто поконтролировать мяч после того, как удалось отличиться. Чуть-чуть подуспокоить игру. Сбербанк понимает, что Нордео сейчас всеми силами в атаку пойдет. Можно догнать мяч. Введен сейчас будет мяч в игру и сразу прозвучит свисток на перерыв. И мы немного отдохнем перед вторым таймом. Я думаю, что на следующей неделе будет баскет, но Оля мне сейчас звонила и говорит, что там скоро я приехала с третьего, около третьего подвеска. Ну вот в бизнес-центре же, наверное, можно, конечно, сказать, что-то интересное. Какой? В инвентаре. А, понятно. Вот, 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 вот. Ого. Начинается второй тайм. Играют Сбербанк, страхование и Нордео. 1-0 пока Сбербанк, страхование впереди. Нордео здесь не получается вести мяч из аута. И опять быстрая атака Сбербанк, страхование. Защитники здесь затянули со стартом, но вторым темпом вернулись. И один из них с линии ворот мяч выносит. Видимо, от защиты и на контратаках собирается во втором тайме Сбербанк играть. Если, ну, конечно, Нордео счет не удастся сравнять. В случае победы Сбербанк, страхование станет единоличным лидером. Пока выше их располагаются Тиньков, Русал и HSBC. В первом месте HSBC. У них после трех матчей 7 очков. Сбербанк в случае победы будет 9. Но есть еще Русал, который может также после трех матчей 9 баллов иметь. И у Русала сегодня будет матч против HSBC. Пока это центральный матч тура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что мы стояли, что все остались. Смотрим, что здесь еще будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попадание в штангу после удара капитана Сберстраха. Очередной момент у Сбербанка. Сдаётся ощущение, что заканчивается сила у Нордео. Сегодня уже отмечали, что пока играют они без замен. Опять численное преимущество у Сбера. Рабочие мелочи. Шесть минут есть у Сбербанка для того, чтобы отыграться. Времени много. Но основное, что пугает, это то, как тяжело дышат все игроки. Средний возраст игроков Нордео заметно выше, чем у Сбербанка. И очередной выход один на один. Попадание в две штанги. И оттуда на добивании получается мяч в сетку вогнать. Во дворе играли от стенки, посылая мяч. Сейчас одиннадцатый номер каким же образом от двух штанг сыграл. 2-0. Комфортное преимущество и меньше пяти минут теперь остаётся у Нордео. Но теперь два мяча уже нужно забивать как минимум. на шивочниках. Первая неплохая комбинация у Нордео во втором тайме сейчас прошла. Вратарь мог, мне показалось, реагировать на этот удар. Мяч в руки забрал сразу. Пошёл с ним в атаку. Вратарь. Пошёл. Врася equally! Нашивочникову отдает рядом со штангой. Сбербанку, может быть, стоило сейчас взять тайм-аут. Хотя, с другой стороны, этот тайм-аут позволил бы Нарде дополнительно отдышаться. Так что у Сбербанка здесь, скорее, задача мяч под контроль взять и покатать его, может быть, даже просто на своей половине. Это ставить Нарде бегать без мяча. Это выматывает еще сильнее. Игра рукой. Третье нарушение у Нарде. И капитан Сбербанка решился на удар. Спорная нога оказалась в поле. Мяч достается у Нарде. Защитники упустили. Игра рукой просто целый фланг упустили. Мяч коснулся кого-то. Да! Кого-то из игроков коснулся. И 2-2. Счет за 53 секунды. До финального свистка. Вот это возвращение. Не было нарушения, можно продолжать. Если там был какой-то контакт, то минимальный. А вот здесь уже был фоу. 27 секунд. Конечно, Нарде после такого возвращения будет играть только на победу. 2-2. 2-2. 2-2. Дальше, дальше. Дальше. Время есть еще на несколько атак. Вратарь далеко выходит из ворот у Нордео. Доросихина 4 секунды на атаку Сбербанка. Это атака точно последней. Финальный свисток при счете 2-2. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...